Дагестан голосует, жители региона активно исполняют свой гражданский долг, на выборы приходят целыми семьями. О том, как проходит голосование в городах и районах Дагестана, расскажет Любава Маслова. В самом крупном селе Буйнакского района Нижнее Казанище открылись четыре избирательных участка. Высокий интерес к голосованию наблюдается уже с утра. Выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений не зафиксировано. Участок полностью готов к работе. Ну что сказать, пока первый день, потихоньку можете снять урну, потихоньку народ идет. Первый день всегда так бывает. Три дня будем голосовать. В Магарамкетском районе открылись 39 избирательных участков с соблюдением всех санитарных норм. Всего по району почти 40 тысяч избирателей. Первые из них уже сделали свой выбор. Ограниченные возможности не помеха для проявления активной гражданской позиции. Это доказал Муслим Эмельчев из Казбековского района. Он проголосовал одним из первых. Сделал свой выбор и заместитель председателя Совета Старейшин Казбековского района Имулав Гаджиев. Я пришел, изъявил свою гражданскую позицию и решил проголосовать. Потому что мнение безразлично суда Дагестана и России. В Каекенском районе первыми свой выбор сделали сотрудники правоохранительных органов. Присоединились к голосованию и Аксакалы. Кизлярцы выбирают депутатов Госдумы и депутатов Народного собрания Дагестана. В городском округе открыты 17 избирательных участков. Одним из первых свой выбор сделал кавалер Ордена Мужества Ахмед Саламов. А в Ногайском районе проголосовало около полутора тысяч избирателей. В каждом избирательном участке дежурят наблюдатели. Соблюдаются все санитарные нормы. В Левашинском районе открылись 53 избирательных участка. Одним из первых проголосовал председатель Совета ветеранов войны и труда Али Магомедов. Он призвал всех жителей муниципалитета принять в голосовании активное участие. Как гражданин Российской Федерации я просчитал себя, что мне это является долгом прийти и проголосовать. Почему? Потому что мне не безразлично будущее России. 40 участков для голосования заработали и в Хасавюрте. При входе избирателям меряют температуру, обрабатывают руки и выдают маску, перчатки и ручку. А все члены комиссии прошли вакцинацию. В Табасаранском районе открыты 66 избирательных участков. Численность избирателей в районе составляет свыше 35 тысяч человек. Участки оснащены всем необходимым оборудованием. Работают видеокамеры для соблюдения прозрачности процесса голосования. А в Новолагском районе голосование проходит в праздничной атмосфере. Избиратели с большим удовольствием поют песни и танцуют зажигательную лесгинку. Сами участки с соблюдением всех ковидных ограничений продолжают работу. Здесь их 25. Голосуют и в Цумадинском районе. Наблюдатели отмечают. Избиратели в этом году проявили большой интерес к референдуму. В Ботлихском районе свои двери для избирателей открыли 53 участка. 13 из них располагаются в прикутанных зонах отгонного животноводства. Люди делают свой выбор в условиях, которые соответствуют всем рекомендациям Роспотребнадзора. Выборы прошли и в Хунзахском районе. Всем избирателям на входе меряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты. Голосование здесь и по всей республике завершится вечером, 19 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова